Вот это инфостанция Витаминара 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 Добавил DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добавил 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 DimaTorzok метров в секунду, но нам высоты не надо, поэтому я просто, так сказать, валяю дурака. Сейчас сброшу скорость и пойду вот так. Видите, как солнышко закрываю в облаке. Оп! По самому краешку. Так, надо отвернуть немножко, чтобы в облако все-таки не залезть. Сейчас можно схватить легко обледенение. Кстати, схватили. Посмотри на крыло, видишь? Сейчас я... Да, вот оно, друзья, обледенение. Здесь на этом крыле видно. Давайте посмотрим на этом, на каком будет лучше видно. Нет, здесь вообще... Ну, сейчас видно, может быть, отсвечит. Видите, на самой кромочке тюк и лед. Это значит, что здесь на высоте уже 3,5 километра у нас присутствует немножко. Ну, не 3,5, а 2,800 у нас сейчас. Присутствует возможность поймать лед. Давайте поймаем побольше, что ли. Так, я иду на посадку, мне это обледенение не страшно. Я вам покажу, как быстро лед нарастает. Сейчас несколько раз пройдемся вот так вот по самому краешку. И вы видите, как быстро я насобираю льда на крыло. Ну-ка, вот сейчас вот это все конденсируется стремителя на нашем крыле. Но я иду по краешку, чтобы не заиграться и в облако не влезть. Оп, льда стало больше. Да, смотрите, даже вода бежит. На самом деле здесь уже даже не лед, а вода. А знаете почему? Знаете почему? Потому что, наверное, мы опустились ниже. Да, друзья, не порадую я вас обледенением, к сожалению. Но хоть немножко показал. Мы опустили сверху, была высота больше, крыло было холодное. Возможно, поэтому лед и образовался. А сейчас, видите, не образуется. Проносимся перед еще одним облачком. Прыгаем, перепрыгиваем. И сейчас я, наверное, буду смотреть, как мне лучше зайти на аэродром. Аэродром прямо по курсу, до него 8 километров. Справа у нас как раз та возможность была справа обойти всю эту облачную систему. Если бы я шел правее, мне пришлось бы даже с облаками вот так играться. Но как бы дабы не было бы так красиво. Я специально не ухожу туда, иду по краешку. Мы можем тень свою погонять по облаку, как красиво. Видите? Ух! Да, около аэродрома, конечно, облаков намного больше. Я сейчас посмотрю место, где я буду в следующем вылете набирать высоту. Может быть, я сниму ролик, как после разведки быстро забраться в волну. То есть сейчас мы делаем разведку для будущего полета. Аэродром сейчас на траверсе, 7 километров, он справа по 90 градусов. Вот, а здесь достаточно характерное место, где у нас, где нам удобно взять волну. Место хорошее. Смотрим, есть ли волна. Перед этим облаком она должна быть. Проверяем. Волна есть. Сейчас только, наверное, чуть впереди будет посильнее. Хотя нет, всего лишь ноль. Волны здесь сильно нету. Обыдно, досадно. А наш аэродром вот справа, на нем солнышко светит. То есть это же облачная гряда. Вот теперь как мне? Или высоту сбросить на руль под гряду, или попробовать гряду справа обойти. Но не буду нырять. Давайте попробуем сходить направо. Обойдем. Заодно немножко дольше вам всю эту красоту поснимаю. Я сам в этом облачном выберите. Друзья, сегодня впервые. Ну вот в такой примерно ситуации. Ситуация каждый раз... Ну вот сейчас есть какие-то нули на вариометре, но мне не нравится вот это место под волну. Я думаю, что мы будем ее искать в другом месте. Я сейчас ныряю в долину Летидюранс, ухожу, чтобы домой прийти, не ныряя под обличную плиту. Попробую так сделать. То есть я вам сейчас за один раз показываю несколько вариантов. Как можно было так слетать, как можно было сяк слетать. Чаще всего вот этой облачности сплошной, ну массированной, у нашей долины нету. Потому что все успевает растаять на подходе с Гренобля. Но сегодня, видите, воды немножко больше. Мистраль такого типа называют, говорят, что это черный мистраль. Вот таким еще. О-хо-хо, черный мистраль. В одном черном-черном городе. Одним черным-черным месяцем. Ду, черный-черный мистраль. Вот, а черный он потому, что облака темные. С них часто идет дождь. И получается очень сильный ветер. Кстати, ветер сейчас 73 км в час, вот прибор показывает. Сильный ветер в этой местности мистраль. Чаще всего дует зимнее время. И он достаточно заунывный. То есть это вот хлопают ставни, он всем воет. И официально замечено, что возрастает количество самоубийств. По слухам, когда вот в долине Роны, с которой мы начинали этот ролик, там ветер сильнее, потому что получается вот справа у нас Альпы, вот крыло левое показывает на долину Роны, и там за ней массив централь. Получается труба, в которой со свистом, значит, дует этот ветер мистраль. И в долине Роны он сильнее, процент на 30. И если у нас сейчас дует 70 км в час, то в долине Роны со свистом дует километров 110-120. И может оторвать ослам уши. Это такая поговорочка есть. С правой стороны гора Санжини, и вот правое полукрыло показывает на смешные такие облака, которые, может быть, вам ни о чем не говорят. Но это место, где мы как раз взяли утром волну, в районе 6 утра, там, где мы выбрались. То есть вот кажется, что ни о чем, какие-то пушистики небольшие. Они демаскируют волну. Волну же вызывает, я уже много раз вам говорил про феновую щель. Еще раз повторю. Вот гора называется Ажур. С горы Ажур воздух вот так пиау вниз, потом пиау вверх. И вот это вот место, где он поднимается, где мы взяли волну. Все. Между тем у нас впереди облако наш аэродром. Выпускаю воздушные тормоза. Хорошо, что они не примерзли. Переставляю закрылок, сделаю скорость 140. Сейчас буду достаточно быстро опускаться вниз. Выпускаю шасси, чтобы увеличить сопротивление. 6 закрылок, тормоз. Все. Конфигурация, в которой я снижаюсь максимально эффективно. Может быть, шасси не стоило, потому что сейчас творки наружу, если я буду как-нибудь скользить неправильно, что-то не так делать, то тем самым я могу повредить себе створки шасси. Но здесь я лучше выпущу шасси заранее, уже не забуду, потому что снимать одновременно и заходить на посадку достаточно сложно в метеословиях. Это не совсем правильно. Спасибо Виктору за крепление камеры на лоб. По крайней мере, у меня руки свободные. Я могу полностью замечательно снимать посадку. Володя может ее заснять с фронта, потому что ему делать особо нечего. Ученикам в такую погоду приземлять планер, конечно, никто не доверяет, потому что, повторю, ветер вот сейчас, он снизился, будет 50, где-то в районе 50 кг в час будет на посадке. Ну, это сколько там, 15 метров в секунду. Сейчас все увидите. Так, планер снижается достаточно энергично. Минус 8 у нас метров в секунду снижения. Скорость я держу 140. Почему 140? Потому что нагрузка на интерцепторы умеренная. И створки шасси не пострадают. Планеристы наши, немецкие друзья, почему-то пока не летят. Они вообще не любят с утра в волну летать. Вот, смотрите, на аэродроме все планера на парковочке. Абсолютно все на парковочке. На горе Апотр идет дождь. Вот гора Апотр. За ней выпадают осадки. То есть вот то, что черный мистраль чем характерен, еще и осадками. Не только темно, но еще дождь идет. И повторю уже никакой, не знаю, раз, что обычно все эти осадки выпадают там дальше, на куче перевалов, которые за Греноблем. И у нас сухо и солнечно. Но сегодня не тот случай. У нас сухо и солнечно. Это хорошо, потому что может будет красиво приземлиться. Я постараюсь покороче приземлиться, чтобы меньше толкать планер. Заодно показать своему ученику фасадку с севера, которую пока делать нельзя, но он когда-нибудь научится. Сэр Лоботи и Директор Даун Винг лендинг в норд. Погнали. Турбулентность умеренная, поэтому я скорость использую 130 км в час на заходе. Здесь я иногда использую 130, иногда 140, иногда 150. Совсем в страшных условиях 150. Чем больше скорость на посадке, тем легче контролируется планер, тем меньше шансов накосячить. Но в то же время, чем дальше ты едешь. Некоторые считают, что дальше едешь это не столь важно. Это не столь важно, но не всегда же у нас площадкой будет являться такой огромный аэродром, как сейчас. Иногда же это все поменьше. Оп. Чуть подзакрыл тормоза. 130. Прохожу деревья и полностью тормоза выпускаю. На полосу садиться не буду, потому что шасси берегу. Травка мягче, и на ней меньше шасси изнашивается. Оп. Коснулись. Теперь можно выехать на асфальт, потому что по асфальту будет легче планер толкать в обратную сторону. Экономлю колодки. Соответственно, не использую тормоза гидравлические. Здесь у нас холмик. Как раз вот в конце асфальта остановимся. Это, наверное, лучшая моя посадка, которую я когда-либо здесь выполнял. Очень красиво получилось. Действительно технично. Проземлялся еще и короче, но в этот раз, видите, как все. Фонарь не открывать. Ждать меня. Почему нельзя открывать фонарь? Потому что ветер, несмотря на то, что тихо так внутри у нас, снаружи, вы можете по облакам посмотреть, как впадет ветер. По колдуну. И если не согласованно открыть фонарь, то его может там прихлопнуть, боковым ударом сорвать. А фонарь штука дорогая. Вот такие фонарики по 3000 евро каждый. Поэтому нужно их беречь, относиться аккуратно. А вот деревья сейчас нам показывают, что ветер достаточно сильный. Ну, это очевидно. Если дует, если облака несутся на высоте облаков, это 70 км в час, а где-то тут в приземном слое чуть меньше, за счет трения воздуха о земле градиента. Но все равно много. Вот такой был долет с атомной электростанции. Я надеюсь, вам понравился этот ролик. Комментируйте, пишите, задавайте вопросы. И всего вам доброго, глубоко уважаемые любители летных видов спорта. До новых позитивных роликов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова